Русские в Нагорном Карабахе Община, которая действует с 1999 года и объединяет в этой республике не только русских, но и всех лиц славянских национальностей О русских в Карабахе мы поговорим с председателем общины русских в НКР Галиной Сумовой Галина Михайловна, каков путь истории русской общины в Нагорном Карабахе? Я знаю, что это одна из старейших общин, условно говоря, в этом крае Ну если касается нас и современное время, то мы в принципе организовывались после распада Советского Союза А так я знаю, что у нас здесь был... Я была знакома к Василию Михайловичу, умершему в 1992 году, он здесь скончался Так он рассказал, что еще его дед служил в Шуше Вот там, где сейчас тюрьма, там были именно казацкие казармы И вот он был призван на службу 25 лет, он служил российскому отечеству, русскому Оттуда история очень многих пошла здесь Я знаю, что их после советской власти, их очень много отсюда уехало Не считали, как старая... После распада из СССР? Нет, 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 как раз после революции, Октябрьской революции После того, как было, как говорится, упразнено вот это вот 25-летие службы российского отечества Очень много людей вернулось, тот, кто был жив, возвращались на свои земли Редко кто остался, по-моему, даже 3 или 4 семи, которые уже, как говорится, видимо, с армянами создавали семи Вот именно они оставались Но то, что здесь было очень много русских, свидетельствует кладбище большое в Шуше Именно вот с русскими захоронениями А какова в настоящее время численность русских в Нагорном Карабахе? Ну, сейчас, когда в 2002 году переизбрали первого председателя русской общины Я уже сделала переписи о Карабахе У нас было больше 300 человек Но с учетом того, что это в основном приезжали люди в советское время Это бабушки, которых вот как раз они умирают Их у нас становится меньше В отличие от советских времен, сейчас очень мало приезжают девочки Ну, есть, которые приезжают и ходят замуж за военных Даже буквально недавно пришли две женщины Они пришли, знаете, как получилось? Карабах открытый, люди приезжают в гости кому-то, что? И вот две женщины у нас здесь замуж вышли Совершенно недавно, да, и остаются Но, правда, одна из Саратова приехала Она уже взрослая, своих детей она поженила В общем, муж у нее скачался, она приехала, просто с подругой осталась А другая, к сожалению, с Мариуполя Она, правда, сказала, что она гречанка Но она пришла к нам Ну, вообще православный Да Ну, я так понимаю, и этнические белорусы, и этнические украинцы тоже состоят в русской общине Да, у нас его ставят так, записано Мы всех славян, у нас даже участники имеют право быть армяне Вот скажите, в отличие от Армении, здесь в Тепанакерте, в НКР, приоритетным является русский язык, не западные языки, как там, английский или французский Это видно даже в городе, когда проходишь по городу, очень часто даже слышишь почему-то русскую речь, не армянскую местного наречия, а именно русскую речь При этом почему-то я вот интересовался, мне сказали, что в республике нет ни одного издания на русском языке С чем это связано? Ну, во-первых, если говорить о привилегии русского языка, да, как вы сказали, в связи с населением В Карамахе очень много беженцев из Баку и Сунгарита А то вы русскоязычные Да, русскоязычные Да, русскоязычные, в отличие от Армении В Армении они как-то затеряны, потому что население, естественно, Армении больше А в советское время, здесь, действительно, когда я приехала, здесь все свободно говорили на русском языке И сейчас очень много, если вы захотите, по беседу всегда люди с большой, как говорится, доброжелательностью относятся к русскому языку и хотят говорить на русском языке Он считался Азербайджан, выбирая между двух зол, они выбирали русский язык, потому что это намного с международным языком Им было легче общение на русском языке Да, все линии настолько прогрессировано В основном все, я смотрю все в Фейсбуке, в интернете намного лучше А газеты у нас есть, у нас в Карабах, в Азатарцах есть экземпляр на русском языке И у нас очень много газет А то есть есть какие-то газеты Да, у нас есть печатные такие магазинчики, два или три, которые вот именно там и журналы можно найти, и сканворды Люди очень много берут сканворды и решают, и очень много печатные периодики есть там Работниц, христианин, вы сами По-моему, с электронными массовыми информациями такой проблемы нет? Есть какая-то программа на радио на русском языке? У нас телевидение всего 5 каналов на армянском, остальные 80 на русском Так что у нас дети мультики на русском смотрят Даже мой внук ходит в садик, в садике у нас армянские У них ставятся диски, все мультики на русском языке Так что у нас с детского сада дети информацию в основном получают на русском А вот, скажем, библиотеки предостаточно на русском языке? Есть и детские библиотеки в городе, и остались взрослые спокойно могут идти Я знаю, что в советские годы здесь было порядком десяти школ русскоязычных Они сейчас остались? Ну, в связи с законом о языке у нас только одна русская школа Ну и есть? Есть, да, но там просто предметы типа биологии, географии преподают на армянском языке А так у нас русский язык, ну, правда, немножко сказать, что это как в России преподается русский язык Нет, немножко тяжеловато Понятно Скажите, вы следите за событиями между Россией и Украиной? Немножко Ну, следите Ну, конечно Тогда вот хотелось бы у вас спросить немножко такую политическую тему Вот после признания России Южной Осетии, Абхазии и, скажем, во дворение назад из Украины в Россию Крыма У русской общины в Карабахе были мысли о том, что не мешало бы России признать Инагорно-Карабахскую республику? Или вы считаете, что это разные все-таки проблемы? Это разные проблемы Почему? Я сейчас скажу просто элементарно Самая ближняя наша страна и наш папа для Карабаха – это Армения Армения должна, первый, сделать шаг Россия же формально это уже давно признала Ну, мне кажется, это все нужно, если Россия признает в период Армении, это немножко некрасиво Я так думаю Да, вы знаете, вот хотелось бы еще у вас уточнить один вопрос, я думаю, вы об этом должны знать В Азербайджане очень часто муссируется о том, что якобы во время конфликта между армянами и азербайджанами за Нагорно-Карабах За Карабах воевали не столько армяне, сколько русские То есть, это там очень популярная такая тема Тем не менее, я знаю, что, конечно, и русские проживающие здесь тоже воевали Не могли бы вы сказать, какова статистика, скажем, русских федоинов, русских воинов в те годы за войну за Нагорно-Карабах? Ну, я скажу, если хотите честно, и чтобы азербайджан там сильно не возникал Воевали русские за Карабах, приезжали, воевали, но их было очень мало И они приезжали не федоинами, не спецназом Это простые мальчишки, которые сейчас едут в Луганск С дому срываются, у них, видимо, мальчишеский азарт в них есть То же самое, кто-то посчитал, что армяне те же христиане Они просто срывались с дому, приезжали, у нас есть памятники этим ребятам И я встречалась с человеком, который действительно здесь воевал Он просто приехал один раз из Украины как раз-таки И он сказал, мы просто не смогли, где-то в какой-то момент, сдавая технику, не успели выехать И мы вынуждены остались, потому что мы пропустили тот момент, когда можно было уехать Тогда закрылся лачен, и все закрылось, мы вынуждены пошли воевать Мы получали столько же денег, сколько получали солдаты, которые воевали Мы кушали то, что кушали солдаты, может быть даже хуже Потому что у каждого солдата здесь был дом, который мог наесться так, как он хотел А мы ели то, что нам выдавали Ну, они просто здесь чуть, можно сказать, жили чуть похуже Но они воевали так, как позволяла их совесть Во время войны вы находились уже в Степанакехте, да? Я в 88-м году, мы переехали сюда, да, мы здесь, мои дети были мальки, мой муж воевал Надо сказать, что вы сюда переехали после сумгоинских событий Да, в 88-м году, я как сейчас помню, на Благовещении 7 апреля я была в Карабахе Почему не в Карабах, не в Россию? Ну, это уже история для нас Так же хотелось, да? Нет, не захотелось, это действительно был спорный момент Когда просто отец моего сына, моего мужа позвонил, сказал Ты у меня сын, который будешь меня содержать И, говорю, вот, как у Армении принято И вот, в общем, из двух зол нам пришлось приехать сюда А вы чудом спаслись, говорите? Или вы уехали чуть ранее? Нет, мы все события, мы застали И даже, знаете, это страшно вспоминать, потому что это действительно был какой-то... Это был ужас Наверное, только вот видите, когда собака скалится вот от страха, да, чтобы себя защитить Вот такой вот панический ужас Слушайте, в сумгоите русские, я знаю, что в Баку русские это чувствовали Потому что я сам родом из Баку И я тоже застал, после уже сумгоинских, бакинские события Помню эти надписи на стенах Иван собирает чемодан Некоторые говорили о том, что вот, армян, мы проводим за русских, возьмемся Насколько это тоже чувствовалось в сумгоите? Там вообще ничего не чувствовалось, потому что, по-моему, у всех было жуткое Звелище, это то, что видеть Я сама видела, как шла эта толпа, и переворачивала машины, и поджигала И представляется какой-то ужас У меня сверка, муж, они, в общем, спрятались Они ушли под охрану воинской части А мы, я с детьми осталась только, потому что я сказала, я никуда не пойду Соседи, они когда пришли к нам во двор Соседи сказали, у нас здесь армяне нет Мы были у мамы, у мамы на квартиру Там, где мы жили, туда они не дошли А вот мимо нашего двора, потому что у нас рядом центральная улица была Они прошлись, сказали, здесь армяне нет, они ушли Но вот это вот чувство, когда гиканье, гуканье мимо тебя Это уже знаю, что творится в городе Еще сосед, который я выходила как раз перед этой толпой утром в магазин Он мне говорит, а ты чего здесь сидишь? Говорит, ваших армяне режут А он сам, мать у него, армянка Я говорю, ты себя начни Я говорю, потом Но в городе чувствовалась вот эта напряженность И этот страх Лишний раз люди на улицу не ходили Только вот по нужде, допустим, за хлебом, за молочным Вот так вот А так, чтобы даже в дворе детей не было Это вот как перед бурей затишье Вот такой вот Панический страх И никого не было на улице Даже сами азербайджанцы своих детей Когда не выводили А потом вот этот ужас, да, когда эта толпа черная идет Потому что, ну как, весна, в основном головы черные И вот со второго этажа, когда это видишь Это уже остается У меня как картинка Сейчас я вспоминаю Я стараюсь не вспоминать Вот эта вот картинка у меня навсегда осталась Очень часто задают вопрос И я заметил одну такую вещь Те, кто не застал эти события Они почему-то более, что ли, напряженно относятся, допустим, к тому же азербайджанскому народу А вот те, которые застали эти события Говорят о том, что есть и хорошие, есть и плохие То есть это вот такая вот тенденция Вы испытываете какую-то злость, какое-то угрызение Вот после всего происшедшего И покинув свой родной город, где вы родились Знаете как, вот сейчас даже Вспоминаю, хочется найти все равно своих друзей Потому что никогда от них ничего плохого не видели Независимо от национальности Я так понимаю, у вас были разные друзья Разных национальностей Но мы в Бакуу собираемся вообще интернациональных были У нас, если сами азербайджанцы, вдруг находишь его в одноклассниках или в фейсбуке Вдруг он живет или в Канаде, или в России Его вообще в Памине нету И знаю, что отсюда выезжая Вся азербайджанцы, армяне там дружат Единственное, вот эта вот линия Которая у нас идет Вот эта вот линия, которая нас разделяет А память оставила У меня очень много русских подружек, которые остались в Бакуе Они сейчас живут, выходили из Азербайджана А давайте мы их пригласим Пусть они приедут в Карабах Во всяком случае, ни Карабахское, ни правительство Армении Не препятствует въезду азербайджанских граждан на нашу жизнь А потом, когда они вернутся, как их встретят? Вот это другой вопрос Вот когда у них будет уже Вот проблема сопоставления Кого они все-таки боятся? Армян или своих же властей в Азербайджане? У нас же Роман Темников приезжал Молодежная организация русской общины Он здесь очень нагло вел Он приехал здесь Показывая, может быть тоже из страха Думал, что его где-то пристрелят Или что-то с ним сделают Но он был под охраной Роман Темников это кто? Он был председателем молодежной организации Русской общины В Азербайджане? Да, в Азербайджане Но он здесь нагловато себя вел Немножко В чем именно его наглость? Его поведение было Он старался громче говорить Он старался как-то себя показать Что он вот приехал в социализованной страны Вот такое Ну его можно понять, вы же сами понимаете Мы с вами родом оттуда Он чуть-чуть боялся Я поняла, что под воздействием страха Мы потом в Питере встретились На конгрессе русских общин Вы с ним? Да Он так обрадовался Как будто я не знаю Родственницы или что Ну в общем Вы с ним отдельно поговорили? Нет, мы с ним не разговариваем Просто он намного младше меня И я думаю, что у нас просто общих точек соприкосновения не было бы И он бы ничего все равно не решил И ничего делал Не мог бы посоветовать Вообще идея хороша Вот эта вот Между общинами В Армении и в Азербайджане Все-таки встречаться И говорить за закрытыми дверями Без свидетелей Это можно поговорить Но все равно Мы ничего не решим Это понятно Но какому-то общему консенсусу Какую-то связь Может все-таки наладить Нет Да и мы все равно Мы не сможем сотрудничать А просто поговорить Это ни к чему не приведет Вы считаете Менталитеты разные уже Получается русских скажем здесь И русских там На той стороне Ну если я видела Все события судьба Один раз Потом они здесь Под бомбежками в подвале Жила со своими сыновьями Конечно же Терников всего этого не видел Уверен Судя по возрасту Хорошо И не видел тот же Забелин Который руководит русская община Азербайджана Они там ничего не видели Поэтому им легче рассуждать о том Чего они не видели Это было интервью из Степанакерта С председателем Русской общины Нагорного Карабаха Галиной Сомовой Ну а мы с вами Встретимся Совсем скоро До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...